Меня зовут Олима Фельдберг. Я учусь в школе-интернат для незрячих детей под номером 77. Внутри этой школы есть музыкальная школа под номером 17. Я там учусь в народный инструмент. В отчете я прошел четвертый класс и пятый класс начинаю. Я первая группа инвалида. Мой папа вторая группа инвалида. Моя мама сама работает и нам не хватает пенсии и маминой работы денег, чтобы мы купили денег на лекарства и на музыкальную школу. Пожалуйста, помогите мне. Сделайте музыкальную школу бесплатной. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею. Если люди воспринимают мир через слух, то музыка имеет очень большое значение в их воспитании и образовании. Полученное начальное образование нередко становится очередным направлением в выборе профессии и последующих жизненных шагов. Поэтому хочу от лица всех родителей наших детей и лично от себя обратиться с просьбой к уважаемым вышестоящим органам. Дать возможность получать музыкальное образование всем без исключения детям с ограниченными возможностями. Бесплатно. Очень надеюсь и верю в то, что наше обращение не останется без внимания и положительного результата. Спасибо. 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 . Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok если мы понимаем, что на самом деле учиться к народу. Музыка и санат в жизни, которой мы используем классные физики. Если вы приехали в государство, то он был «преда». У Algorithма, я переехал в своих странах. Когда он заключается к пандемия, те, кто всё этот вопрос. Я director, вот они в «Кольтсентр», вот, вот эти деньги. Я должен работать на улице, а если у вас есть с вашим самым компаниям, Вы знаете не считаете, wij это такое правильное мнениеum?. Нет ни через эту сохранность в описании. За oldest правильную страну в наших приказах." Поэтому я д vir recap. Субтитры добавил DimaTorzok